Вальс У Дарьи Пикаловой и Марата Ткаченко это уже седьмой бал. В этот раз ученики Хабаровской школы МЧС претендуют на главные номинации «Принц и принцесса торжества». Но для пары куда важнее не победа, а возможность заниматься любимым делом. Нам это очень нравится. Интересно, красиво, очень много народу, много знакомств. Стали более увереннее, так как мальчики приглашают девушек на танец. Это 100% уверенность нужна. На первом городском кадетском балу кружились 43 пары. Большинство из них из Хабаровска. Но также к нам приехали и гости из еврейской автономии. Нам очень нравятся балы и особенно выездные, потому что это такие эмоции незабываемые. Особенно, когда ты участвуешь на этих балах. Они не как у вас дома, допустим. На балу ты участвуешь, занимаешь места, но для тебя это обычно. А здесь совсем другие эмоции и совсем другой коллектив и разные танцы. В старину кадетские балы проводились в юбилее училищ и дни воинской славы. В современной России торжественные приемы с танцами тоже приурочены к праздникам. Городской кадетский бал посвящен воссоединению Крыма с Россией, дню рождения Хабаровска и годовщине победы в Великой Отечественной войне. На мое убеждение, нет ничего красивее, чем юноша в мундире, а его дама в белом бальном платье. Конечно же, это соприкосновение с историей, которое, безусловно, дает ту подпитку этих корней и правильное воспитание нашей молодежи, нашим мальчишкам и девчонкам. Идея провести общий городской бал исходила от родителей кадетов еще в прошлом году. Это же наша история, это наши истоки и наши традиции. Мы не должны забывать свою историю, поэтому кадетским балам быть и они будут продолжены. И первым балом все не закончится, будет еще много-много балов. Хабаровчане Дарья Пикалова и Ростислав Зиборов, по мнению жюри, стали достойны титулов принц и принцесса первого городского кадетского бала. Выбрать пришлось среди 86 прекрасных дам и благородных кавалеров. Александр Пескун, Данила Кулешов, Смотри Хабаровск.